Здравствуйте, это Политека Онлайн, мы в прямом эфире, со мной Алексей Арестович. Много у вас разных регалий, поэтому можно как Бонд, Джеймс Бонд, просто Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте. Обращаюсь ко всем зрителям, у вас есть возможность писать под этой трансляцией, для того, чтобы задать вопросы Алексею Арестовичу. Я буду самые интересные и важные озвучивать, но пока первый вопрос от меня. Сейчас Владимир Зеленский обратится всем вечера к жителям Востока, оккупированной территории, это будет его интервью на русском языке на телеканале Дом, которое уже анонсировали. Как вы думаете, он, во-первых, будет говорить на русском языке, во-вторых, все-таки этот канал в первую очередь именно туда. Для вещания на оккупированной территории. Да, вещает на оккупированной территории. Насколько это правильно, что этих людей отделяют от всех остальных? То есть это что-то конкретное, какой-то месседж именно туда, а не ко всем гражданам Украины? Я не знаю, надо посмотреть. Не хотелось бы опережать президента в его тезисах, которые он выдвинет, потому что таким образом мы их разбавим и снизим уровень четкости посыла. Явно собираются сказать несколько серьезных месседжей, которые обозначат контуры политики в отношении Донбасса. Это будет, наверное, и своеобразный ответ на статью Путина одновременно. То есть это ответ президента. Почему на русском? Понятно, потому что большинство там русскоязычным, к ним обращается, делает исключение, обращается к своим гражданам на том языке, которым, он считает, наиболее доступно дойдет этот месседж. Потому что, чтобы нам не рассказывали про то, что у нас тут никаких проблем нет, проблемы же есть, и все это знают. Поэтому просто не все говорят. И обратиться к ним на украинском языке, это снизить, скажем так, проходимость тезисов. Это раз. А во-вторых, наверняка, очень большой акцент будет на то, что слушать будут граждане России. А если жители Донецкой и Луганской области понимают украинский язык, конечно, безусловно, то россияне вряд ли, поэтому месседж еще и на них рассчитан. Это такой своеобразный пас. Путин же опубликовал свою статью программную на украинском языке тоже. Мы обратимся на русском, гражданам России. Наш гибридный ответ, да? Наш гибридный ответ, да. Есть уже некоторые цитаты, которые будут в этом интервью. Мы понимаем, что интервью в записи. И вот он говорит, еще раз, родина или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса, временно оккупированной, и ты считаешь, что наше дело правое нам в Россию, мы русские, большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русская территория. Никогда. Не важно, сколько это оккупировано. Это как берлинская стена в Германии. Это не такой посыл, чемодан, вокзал России? Я думаю, что это конструкция следующего порядка. Что если ты поддерживаешь... На Донецкой, Луганской области у нас вооруженная агрессия Российской Федерации и международный военный конфликт. Если ты его поддерживаешь, потому что частью является... То есть ты являешься частью оккупации, действия оккупационных властей против Украины, то ты как бы коллаборант становишься. Коллаборация, это те, кто поддерживает оккупанта, противника. А если ты поддерживаешь оккупанта и противника, президент говорит же не про политический выбор, а про моральный. Если ты хочешь быть в России, чувствуешь себя россиянином, не русским, то как бы, ну, наверное, надо делать свой моральный исторический выбор. Это не политический месседж. Он не говорит, так, я как президент сейчас предложу комплекс законов, согласно которым человек, который считает, идентифицирует себя как россиянин, должен немедленно убираться с территории Украины и так далее, и так далее. Потому что это только путинская администрация может издавать указы о упрощенном гражданстве только потому, что человек сам идентифицирует себя как русский. Мы до такого законотворчества, наверное, не дойдем, я так подозреваю. И президент, скорее, нажимает такую клавишу моральную. Ну, то есть моральный аспект подчеркивает ситуацию. Ну, если ты англичанин, живи в Англии, если ты француз, живи во Франции, если ты британин, если ты чувствуешь себя россиянином, ну, наверное, надо жить в России. Это рассуждение морального характера, не политического. Это не месседж в смысле убирайтесь отсюда, раз вы чувствуете себя россиянином. Потому что я чувствую себя русским. Но убираться не собираюсь. Потому что Украина – это моя страна. И то, что я не этнический украинец, как бы, ну, у нас все еще, несмотря на все нюансы, все еще можно быть не этническим украинцем, а оставаться гражданином Украины. Поэтому вряд ли это обращение, в смысле, если ты идентифицируешь себя как русским, немедленно убирайся. Нет. Это не политический месседж, морально. Так, ну, это мы с вами поговорили о том, что будет в 19.00. А теперь о том, что уже было на протяжении последней недели. Это ситуация, детективная история с судьей Чаусом. Вот скажите, пожалуйста, вы, как человек, известный нам еще в дальнейшем, как эксперт по спецслужбам, как конспиролог даже в некотором смысле, скажите, пожалуйста, вообще, что происходит? Я сам бы хотел понять, что происходит дело. Нелегкий выбор. Смотрите, вот израильтяне когда-то выкрали Эйхмана, нацистского преступника из Аргентины. Они его воровали с технической точки зрения очень безобразно, примерно так, как кто-то украл Чауса в Молдове, я еще не знаю, кто. Тоже на ним бежали. Этот 90-летний старик там вырыли, там в 70-летие вырвался от них, убивал. Они его долго догоняли, пытались паковать. В общем, все это было ужасно смешно, но выкрали. Аргентина заявила резкий протест за нарушение суверенитета. Через 40 лет Аргентина принесла извинения друг друга, ну, у всех. У всех родов. Осталось установить две вещи, как бы, наши ли это спецслужбы, а если, вариант, если не наши, то, как бы, кто, да, и здесь надо сотрудничать с молдовской стороной, а если наши, то возникает вопрос, это наградить или наказать? Ну, я бы наградил преступник, а суд, ну, по крайней мере, лицо подозреваемое в НАБУ у нас ни за кем просто так не гоняется вместе со СБУ, подозреваемое в совершении тяжких преступлений коррупционных, было вывезено на территорию Украины мужественными украинскими спецслужбами, и если это так, я подчеркиваю, эти люди достойны высоких государственных наград за то, что вот доставили в НАБУ и в суд лицо, которое скрывалось и совершило преступление против, там, чуть ли не государственности Украины. Слушайте, мы помним, как НАБУ и САП прослушивали друг друга через аквариум, и какой был скандал там. Теперь у нас СБУ и НАБУ друг у друга пытаются... Здесь позиция генпрокурора. ...украсить или, там, не знаю, захватить судью Чауса. Вообще, то есть, это, в принципе, что? Свободная конкуренция, произвол? Я не знаю, но здесь на звенящий уровень поднимается позиция генпрокурора, офиса генпрокурора, потому что конфликт между спецслужбами — это прямая прерогатива генпрокурора. Они бывают ссорятся, потому что часто сферы перекрываются, и они там каждый со своим рвением пытаются там доблестно выполнить свои служебные обязанности. Бывает и наоборот. Всем известны милицейские байки про то, как труп обнаружен на границе районов, оперативники таскали туда-сюда, чтобы убийство было с утра на территории его района, и пусть они занимаются. Сказки из 90. Не знаю, правда ли, но они туда такие ходят. Нет, я даже знаю, что вы меряли, если там на трамвайных путях, на какой район, еще даже в советское время. Да, 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 есть такое дело. Поэтому там у них сложные взаимоотношения. И эти сложные взаимоотношения спецслужб между собой предусмотрены. И смотрит за ними прокуратура по закону. Я думаю, что офис генпрокурора должен заявить свою позицию. И она должна заявляться в следующем, что, ребята, ну раз как бы он уже здесь, открылось то дело и постановление суда, которое было в 2016 году, это замечательная история. Но есть вновь открывшиеся обстоятельства. И офис должен определить подследственность, кому он отдает. Можно отдать НАБУ, можно отдать СБУ, можно создать совместную группу. И вперед исследуйте. Это чисто прерогатива генпрокурора. Я думаю, он и разберется. Андрей Богдан, который вот, кстати, как раз на днях, там была вторая годовщина, как он не глава офиса президента, написал в своем фейсбуке, что он готов защищать Чауса. Давайте посадим и тех, и этих. Насколько вообще показания судей Чауса могут повлиять на судьбу и президента Петра Порошенко, и уже президента Владимира Зеленского? Как минимум, про президента Порошенко он должен ответить, каким образом он оказался в Молдове. В 17-м или в 16-м году, да? Он туда исчез. А про президента Зеленского, ну а что здесь, что президент Зеленский такого сделал в отношении Чауса? Я пока не знаю. Ну, если будет доказано, что он выкраден обратно, то это уже происходит при президенте Владимира Зеленского. Да если будет доказано, что он выкраден, то надо дать будет оценку этой смелой спецоперации. А какая будет оценка, это еще большой вопрос. А что такое выкрали? Когда украинские спецслужбы, представим себе, вывозят украинского гражданина из другой страны, это выкрали или как? Что такое выкрали? Если бы они выкрали гражданина Молдовы, я понимаю. А так он гражданин Украины, его вернули на родину, представили перед правосудием, возможно, мы не знаем, так это или нет. Я еще не знаю, как оценивать этот поступок, честно говоря. Это же что значит выкрали? Ну, выкрали и убили. Выкрали, что с ним сделали? Он же находится в руках украинских правоохранительных органов, где он и должен находиться. Идет следствие, идет криминальный процесс и по результатам будет понятно. Меры пресечения им вообще избирают. Ну, как-то не знаю. Поэтому с такой точки зрения надо полуизраиля посадить, или половину израильских спецслужб, половину премьеров, при которых отдавались такие приказы. Наши зрители... Они не стеснялись иностранных граждан воровать, а не своих доставлять на родину, понимаете. Экстрадиция. Да, экстрадиция. Я благодарна нашим зрителям, которые уже начали писать вопросы, и вот начинаю зачитывать. Я не знаю, сломATION Alsace. Он очень много говорит о том, что Украина должна не вести независимую политику, но под независимую политику он подразумевает только одно. Украина дружит не с Западом, а с Россией. Вот это он считает независимой политикой. А когда мы ведем действительно независимую политику, вот ему это не нравится. И многим на Западе, между прочим, это не нравится. Вообще в мире очень многим не нравится, когда Украина выступает субъектно и ведет свою независимую политику. Поэтому сейчас идет борьба не против Путина, а борьба за субъектность Украины. Ее надо отставить перед очень многими странами, государствами и международными организациями, которые привыкли, что мы смотрим всем в рот и делаем так, как они сказали. Справа, слева и так далее. Это не так. И мы же знаем, что ситуация непростая у нас по всем векторам. Поэтому Путин – это проблема, это большая проблема, это большая часть проблемы. Но хорошо, цена этих статей. Вот он написал статью, президент ответил, Путин ответил еще что-то. Куда ведет этот процесс? Все уверовали немедленно, все побежали, честно говоря. Если про статью, мы с вами до эфира обсуждали. NBC News буквально на днях опубликовала статью, называется «Разочаровавшись в США, Украина заключает сделки с Китаем и замолкает по поводу уйгуров». Здесь цитируют вас по поводу того, что Украина может повернуться в сторону Востока. В принципе, статья не то чтобы сильно критичная, но о том, что Украина в некотором смысле шантажирует Соединенные Штаты Америки тем, что мы начинаем идти на уступки Китаю и в отношении геноцида уйгуров, и притеснения их, и все это потому, что мы меняем на вакцину китайскую, которая нам нужна. И вот в контексте вот этого всего, что все-таки заметили и вас, и наши такие восточные некие устремления в Соединенных Штатах Америки, как это может повлиять на встречу Владимира Зелецкого и Патрина? Вы чувствуете определенную свою ответственность за вот эти такие внешнеполитические заявления уже? Нет. Я заявил это в качестве гипотетического ответа на гипотетический конструкт журналиста на интернет-канале, даже не на телевизионном канале. А потом, когда паника поднялась, я дал разъяснение соответствующее. То есть, когда меня спросили, журналистка Людмила Немыря, уважаемая, она спросила меня, давайте представим, что Запад нас предал. Я говорю, так не надо представлять, никто нас не собирается предавать. Но давайте все-таки представим, потому что там, на том канале, я выступал не как советник и глава офиса. У нас 7 лет с ним сотрудничество, я там выступаю как военный обозреватель, например. И там мы и философии, я там и философские этюды вел и так далее. То есть, я там известен не как должностное лицо, а как человек, который там любит порассуждать о футурологии, о всяких возможных вариантах и так далее, сценарии и прочее. Я говорю, давайте вот такой, в таком случае нам делать нечего будет, и мы развернемся на восток. И восток, это же не только Китай. Я пояснил, что это королевские династии Персидского залива, что это Вьетнам, что это Турция, Азербайджан и так далее. То есть, мы будем вынуждены перебалансировать свою ситуацию в таком случае, поддержкой со стороны других стран мира, с которыми мы и так планово развиваем отношения. Планово. Просто это все наложилось еще на решение нашего МИДа и президента, его разговор с Сен-Дзянпинем и соответствующее заявление Давида Арахами. И ситуативно возникло ощущение в течение одной недели, что Украина уже развернулась к Китаю, там все, мы уже все тут, слуга народа трансформируется в коммунистическую партию Украины, там и так далее, для филиал КПК. Да, это не так. Это вот как раз из тех случаев исторических совпадений, когда вот кричащие, оно оказалось кричащим. Но оно бы никогда не казалось кричащим, если бы не затронуло какие-то очень важные струны в душе всех обозревателей, и народов, и политического руководства. Сказать, что мы издали грозное предупреждение, что антажируем Запад, это не так. Сказать, что мы отвернулись от Запада, это не так. Вот сейчас министр иностранных дел Кулеба, глава офиса Андрей Ермак, политический советник нормандского формата в Вашингтоне, но я переписываюсь с Ермаком, как советник, и он говорит, что очень оптимистично все проходит. Очень большая поддержка в Конгрессе, причем в обеих палатах. Очень большая поддержка в американском эстеблишменте, полное взаимопонимание, готовится ряд соглашений. То есть сказать, что там все рухнуло, это перебор. Визит президента готовится планово. Я пока не вижу никаких признаков, которые там будут. Аристосович сокрушил отношения Украины и Китая, и Соединенных Штатов. Нет. Нет. Поэтому, честно говоря, оно, конечно, очень громко прозвучало, как удар в колокол, но пока никто не собирается отворачиваться ни от западного курса, ни там бросаться в объятия Китая. Тут другое. Речь идет о субъектности Украины. Президент, глава офиса, министр иностранных дел, все наше военно-политическое руководство бьется за субъектность Украины. Чтобы мы не в рот смотрели всем и не просили подачек, а чтобы сами предлагали, сами вели свою политику, защищали эффективно свои интересы. А это всегда, всегда эта защита происходит в диалектической борьбе с чужими интересами, даже с интересами партнеров. Я хотел бы напомнить, что самый лучший, самый большой и укомплектованный наилучшими сотрудниками отдела разведки Британии занимаются Соединенные Штаты. Не Российской Федерации, не там исламским терроризмом, например, а Соединенные Штаты. И так всегда и везде. За союзниками следят лучше и больше, чем за всеми остальными. И Запад, и демократия – это жесточайшая конкуренция. У нас просто думали очень многие, что у нас наши отношения с Западом – это клиент-патронские отношения. А эти же люди требуют большей самостоятельности. Они не понимают, что цена за большую самостоятельность – это жесткое столкновение интересов. Жестко. И как воюют, беспощадно воюют, например, в той же Америке демократическая партия с республиканской, особенно в последнее время. Как воюют люди в окружении Байдена, очень жестко друг с другом. Сторонники смягчения отношений с Россией, сторонники ужесточения отношений с Россией. Тот же «Северный поток» поделил американскую администрацию очень сильно. Отношения между администрацией и Конгрессом очень специфические. Сейчас, в том числе по этому поводу. Весь мир отчаянно борется за свои интересы. Украина тоже борется за свои интересы. Это неминуемо означает недоразумение, столкновение позиций, торговлю, где-то как-то кто-то, как можем, так защищаем. Просто у этой игры есть правила. И в рамках этих правил предполагается, что мы самостоятельную субъектную политику, например, плановую с другими странами, регионами мира можем вести. И это никак не обращает отношения с Соединенными Штатами. Тем более, что есть несколько позиций, по которым Штаты очень сильно в нас заинтересованы. Мы непросящими туда поехали. И там идут переговоры на эту тему. Были заявления, опять же, слух народа по поводу того, что на повышенных тонах пройдет встреча. Да, Давид Арахами, он стал таким ньюсмейкером, опять же, за последнюю неделю. Разобрали на цитаты. Потом уже от министра Кулебы было опровержение, что никаких повышенных тонов не будет. И вот уже зрители пишут, а в каких же тонах пройдет эта встреча. Не знаю, как пройдет встреча президента, но то, что сейчас происходит, насколько я знаю, весьма дружески и оптимистично все происходит. Поэтому плановые встречи, повестка четко обозначена, конкретика, конкретные вопросы. И сказать, что изолировали, не встретились, как-то там отказали, сказали не то. Близко такого нет ничего. Помните, какие прогнозы были? Что с Ермаком вообще не захотят видеться американцы. Ну, уже же нам раскидывали по всем каналам, что Ермак не сможет поехать, его не примут, к нему не выйдут и так далее. Ну, пожалуйста, Ермак в Америке и со всеми беседуют. Так что нам надо в стране составить рейтинг такой вот интересный. Это опасение, ожидание и прогнозы, а потом сравнить с реальностью, которая произошла. Потому что, если вспомнить, помните, я в эфире о вас говорил, все ужасы, которые ожидались в связи с исправлением президента Зеленского. Которые в том числе и вы. Которые в том числе и я говорил, да. А теперь посмотреть, сколько этих ужасов сбылось. Ну, и вот сразу ставит понятна цена опасения. Знаете, это как в анекдоте. Удобно быть пессимистом. Или ты был прав, или приятно удивлен. Или приятно удивлен, да. У нас это традиция. Я вчера был в эфире телеканала «Украина 24», и там 8 очень уважаемых людей. И Евгений Киселев ставит вопрос о том, что, ведущий, о том, что вот что же нам там полгодия, да, итоги, там, американский визит, учения Запада 2021 и так далее. И я так с ужасом обнаруживаю, что очень толковые люди. Тот же Павел Климкин там, да, и так далее. Начинают рассказывать какие-то ужасы про то, что мы не сегодня, а завтра мы умрем. Осенью тут случится полный апокалипсис. Из Америки нас прогонят. Четыре Майдана произойдет в сентябре и 8 в октябре. Все рухнет и так далее. И Александр Александрович Чалый, который первый заместитель министра странных дел, который стоял у истоковый украинской дипломатии, который сейчас руководит центром неформальным изучения экономических проблем и так далее. Он говорит, да, наоборот, экономический рост, резкий спрос на наши товары и услуги в мире, в стране полно денег, намечается вот это, МВФ дают транжи и так далее, и так далее. Это глаз одинокого в пустыне, понимаете? Вот вечный хор и вой про то, что мы все умрем. Но я не выдержал, когда мне дали слово, там, последнее, я в последней минуте сказал, вы знаете, вы живете в какой-то Украине, где все ужасное, все рухнуло, давайте я вам из другой Украины объясню, что происходит. У нас, говорю, все немножко получше. Но это не потому, что мы там сели в Золотую башню и едим ложками черную кровь. Потому что мы просто знаем больше. Просто мы разъясняем плохо, но так вот я пользуюсь случаем разъяснить больше. Сразу говорю, в Вашингтоне все достаточно оптимистично. Так, спрашивают наши зрители, так, про Тана я уже спрашивала, значит, станет ли Украина партнером США за пределами НАТО после встречи с Пайтом? Посмотрим. Я знаю, что готовится, прорабатывается очень серьезная оборонная ветка переговоров и энергетическая, очень серьезная. Два центральных вопроса. Так, был вопрос по поводу учений Белоруссии и России в 21-м году. Что и как? Они уже начались. Просто неактивная фаза. Туда переброшены уже частично российские войска. Они создают группировку. Эта группировка может стать ударной в случае чего. Отслеживают их все страны по периметру, включая от стран Балтии, заканчивая через Польшу, заканчивая Украину. Мы очень активно к ним готовимся. В том смысле, что выставляем на их учения наше собственное учение, которое называется «Объединенные усилия 2021». И активные фазы приходятся друг на друга. Получается, что если они попытаются, то мы будем готовы, потому что мы готовимся заранее. Но РПО Стоворожимых сил более чем отдает себе отчет в этом. Всесторонняя подготовка. Сценарии отработаны были еще в апреле. Сейчас идет уточнение планов. Мы готовы к любому развитию событий. От мелких провокаций до самых серьезных. И в том числе в Вашингтоне дискутируется сейчас и эта тема. Возможные реакции, страховок возможных и так далее. Еще раз благодарю всех наших зрителей, которые пишут вопросы. Продолжайте это делать. Желательно все-таки не повторяться. Если мы уже какую-то тему обсудили, то давайте идти дальше. Интересный вопрос. Совершенно не на те темы. Чем закончится кризис мигрантов из Ирака в Литву? Из-за Ирака в Литву. Но Литва там борется. Мы же им выделили колючную проволоку, чтобы они опутали литовско-белорусскую границу. И мигранты не прорывались. Я так понимаю, прорвутся ли потом они в Украину через Белоруссию? Думаю, что вопрос идет в эту сторону или через Польшу? Посмотрим, да. Я думаю, что мы на чеку в этом смысле. И прекрасно понимаем, возможно, развитие сценариев и не допустим. Вот пишут, важно, что сегодня, к сожалению, умер Евгений Марчук. И вот понимаем, что он и в контактной группе, ведь был руководителем какое-то время. Утро делегация опубликовала соболезнования. И я вот спрашиваю зрителей, чему же Алексей, зная подимных людей у нас, ну, то есть, я думаю, еще как бы, в принципе, это такие столпы, да, еще вот украинской политики? Да, Марчук это глыба. Благодаря личным качествам он занимал абсолютно особое место в украинской политике, в украинской истории. Премьер-министр, министр обороны и тогда глава СБУ, по-моему, насколько я помню, или что-то там туда, сейчас уже трудно вспомнить, потому что в эфире держишь в голове очень много разной информации. Но я могу сказать, что я его знал лично, и он, это глыба настоящая, столп украинской государственности был. Сейчас люди мельчают, политики мельчают, и найти такую же замену очень-очень сложно. Но вот Горбулин, Марчук, вот эти старые зубры такие, серьезные очень люди, они, кто им эквивалент? Ну, я думаю, возможно, и из нынешних кто-то дорастет до такого масштаба личности, но все начинается не с должностей, которые люди занимают, и не события, в которых они принимают участие, хотя события очень сильно учат, а изначальные масштабы личности. Сейчас просто другой политический тренд, это люди, которые сформировались еще в советское время, очень серьезно, прошли там очень серьезную школу, а потом реализовывали здесь уже, получив возможности в независимой Украине соответствующие. Ныне и тренды политические другие, логика другая, люди совсем другие. Политика делается иными способами, не за счет личностных качеств отдельных людей в основном, а за счет командной работы скорее. Поэтому фигуру такого масштаба поискать, возможно, кто-то вырастет, не знаю. Так, пишут, если белорусы повесили КГБ, то Лукашенко перейшел в червоную линию. Варто ожидать, что через кордон могут приткнуть не тракторы, а танки. Через белорусскую границу они могут сформировать, там подразделение 6-й и 20-й армии, российская, находится. Они могут сформировать ударную группировку, которая может быть использована против Украины. Мы очень хорошо это понимаем и, соответственно, готовимся. Я просто помню, что в вашем кресле сидела Надежда Савченко когда-то, и она как раз говорила, что там у нас в ту сторону и часть границы с Россией, там, где Сумская область, в принципе, что у нас там недостаточно все укреплено, особенно там, где вода, болото. Там, где вода, болото, танки не пройдут. Все очень просто. Понимаете, Украина слишком свободная страна. Или так, очень свободная страна. При всем уважении к Надежде Савченко, герою Украины. Какое у него воинское звание? А еще я люблю, когда сержанты указывают начальнику генерального штаба или главнокомандующему, как ему защищать Украину. У нас есть такая плеяда сержантов, там, человек 20 в стране, которые великие военные эксперты и прекрасно знают, как защищать Украину. Они же знают, как бороться с ковидом. Они же знают, как расследовать убийства. Они же знают, как похищать чаусов. Они же знают, как выигрывать чемпионат мира по футболу. И проблема в том, что Украина – это же нация, отказавшаяся от мышления, мы говорили с вами об этом, и выбравшая следовать людям, которым нравится в телеэкране, например, этому вашему Арестовичу. Он удачную фразу сказал, удачный жест сделал, удачный тон голоса подобрал. И это, кажется, истинной последней инстанцией. Все, расхватываются на цитаты и побежали. Или, наоборот, он удачно промахнулся, ляпнул что-то там не то про Китай, это тоже вырезается, расхватывается на цитаты и побежали. И чтобы оценить реальную ситуацию, во-первых, надо быть допущен к тайной информации. Это закрытые, которые есть у трех человек в державе или у пяти. Во-вторых, чисто логически рассуждать. Ну, вот генерал Залужный, который там в армии с 93-го года непрерывно, который командующий ОК, начальником штаба ООС был, который воюет 14-го года, который был командующим, начальником штаба объединенных сил, который был командующим ОК Север. Как раз это Черниговская, Сумская, это и все остальные направления. Как вы думаете, он понимает проблему, знает? Или он там спит, ничего не понимает, не видит? Я не вас, прошу, а тому, кто задал вопрос. А вот сержант или Надежда Савченко, они единственные, кто заботится о судьбе Украины. Я знаю, что украинский народ власть не любит. И власть для нас всегда плохая и чужая. Но и это должно иметь свои границы. Записывать нас скопом в идиоты, которые не видят, не понимают, не хотят и не делают. Но это был бы перебор, хотя бы по той простой причине, что есть фактические доказательства того, что увидим, знаем и готовимся. Или как вы думаете, что все эти офицеры генерального штаба, там, не знаю, аппараты главкома, командующие видами вооруженных сил ОК, все офицеры других силовых структур, десятки тысяч людей, которые принимают участие в операциях объединенной усилия, натовские партнеры, все смотрят и не видят, что в Сумской области или на белорусском направлении нечем прикрыть государственную границу. Вот они, понимаете, вот они слупой лазят сутками над этими картами, как я когда-то лазил, и мы не видим. Все видим, а этого не видим. Ну, конечно, все видят, все знают, и на это соответствующие меры противодействия разрабатываются. Говорите о них, ну, извините, давайте сдавать воинские секреты во время интернет-трансляции, это перебор, конечно, мы не будем. Я сразу могу сказать, знаем, видим, меры разработаны, реагирование по девяти сценариям идут соответствующим и так далее. Там мы готовы. Мы от мелких пограничных провокаций, или там попытки заслать сюда беженцев, заканчивая полномасштабную войну, готовы ко всем. А вот тут вопрос по поводу вашего отношения к перестановкам в силовых структурах, а я расширю вопрос по поводу вообще последних всех кадровых назначений и увольнений, и Антона Геращенко, и Мустафана Ем, и Анна Малер, и, в общем-то, да, силовые структуры, то, что мы уже говорили, ваши отношения. Мои отношения положительные, потому что президент, когда пришел на должность, он начертил дорожные карты по каждому ведомству, особенно в секторе национальной безопасности и обороны, который ему прямо конституционно подчиняется, и сказал, мне нужны такие-то результаты к такому-то сроку. К моменту наступления промежуточных и основных сроков он подвел итоги, сказал, это хорошо, а это не удовлетворяет. Новый этап новые люди должны реализовывать. Вот эти новые люди пришли. Вот новые люди, да, все-таки еврооптимисты, да, ну, мы вспоминаем. И это в основном люди, которые были больше связаны с блоком Петра Порошенко на тот момент. И вот сейчас это, вот знаете, как было с Миловановым, да, и было с другими людьми, которые были, ну, в принципе, из команды Порошенко. Да, а теперь они идут и переходят с должности-должности при новой власти. Мустафа – это особый случай. А кто еще, кроме Мустафы? Я думаю, что это все, ковид меня заставил немножко оттупить. Хотя бы какую? Залищук. Залищук. Вспомнила, да. Например, она в… Точно, это ковид, все, я уверена. Или же привилки. Где-то возле Витренко. А, ну, так дело же, ну, даже если это так, дело же не в том, чтобы там, раз человек вот был с… симпатизировал Порошенко или был с ним в команде, то все на нем клеймо, и он не может принимать участие в политической и гражданской жизни в Украине. Я лучше этому доказательства. Как бы, да. Поэтому, что все не так. Подбираются люди по их способности выполнить соответствующие задачи и выступить фигурой компромисса. Потому что любое назначение – это компромиссное решение. Потому что слишком много заинтересованных сил ищется решение, которое сохранит баланс. Потому что политика – это искусство баланса. И дело сделает, и баланс относительно сохранит. Это секрет, почему меня не назначают. Потому что назначение меня на любую серьезную должность – это резкое изменение баланса. Я же парень простой, я там начну карать. Карать, ломать и делать. И поэтому, когда несколько раз уже поднимался вопрос о моем значении, куда-то там всегда находились такие тихие тени, которые подбегали и говорили, ну, Арестович, это слишком остро, давайте вот не сейчас, не на этом этапе и так далее, и так далее. Он сейчас развернет Украину в сторону Китая. Он победит на белорусской границе. В Сурской области вообще это слишком опасно. Слишком качнет лодку. Не надо качать. Пусть советуют и ходят к телевизору, отбивают журналистов. Вот. Я примерно подозреваю, что примерно вот такое говорится. Потому что… А парохобот человек не парохобот. Мы уже смеемся в офисе, когда говорят, что… Вот, когда человека хотят сбить с назначения, говорят две вещи про него. Воруют и парохобот. Мы уже не верим. Давно. Парохобот уже давно не аргумент. Просто смотрится реально на человека, там, справки на него, изучается его биография, а потом тщательно, потом с ним собеседуют, просят программу предоставить и говорят, да, нет, ты можешь, можешь или не можешь. Давно уже не важно, парохобот, не парохобот, это Порошенко, нет Порошенко. Ты можешь или не можешь? А людей, которые ходят и везде говорят, что они очень сильно могут, да, но многим этим людям, много очень, но многим этим людям уже была дана возможность на очень крутых государственных должностях показать себя. И что, простите, показали? Ну, вот теперь они просят еще раз потренироваться на стране, но мы не хотим, чтобы они тренировались на нас еще раз. Так, традиционный вопрос от наших зрителей, когда вы будете баллотироваться в президенты. Ну, я думаю, через два такта, не раньше. То есть два срока президентских. Так, вопрос тоже от наших настойчивых зрителей. Сейчас его уже очередной раз копируют и вставляют. Так, сейчас потеряла, но я его помню. А, вот. Еще заважая провести войсковую операцию на сходе Украины по звильнанию вид оккупантий. Мешает то, что мы столкнемся с войсками Российской Федерации там непосредственно. И начнется кровавая бойня. Кровавая бойня в очень густонаселенных районах, от которого пострадает мирное население. Заплатим мы цену так в 3000 убитых. Отвоюем два перекрестка у них, они отвоюют два у нас. В принципе, будет то же самое, что сейчас, только может быть линия размежевания. Разделение изменится. Мы заплатим за это грандиозную цену и опять получим стационарный фронт. И потратим огромное количество денег на эту операцию и жизни. А зачем? Что это решит? Вопрос. Эту операцию можно начинать, когда мы гарантированно знаем, что мы победим российский контингент, который сюда будет введен. А Россия напрямую пойдет уже под своими флагами? Прямую пойдет, да. Они же мне так кратно предупредили, что вот геноцид 5-10. Да мы имеем просто практическое доказательство. Помните, когда был внутренний переворот в так называемый ЛНР? Там меняли одного главу на другую. И там немедленно были введены российские войска. Потому что они боялись, 17-й год, по-моему, они боялись, что мы воспользуемся неразберихой в военном руководстве вот этих прокси-республик и начнем атаку. И они тут же ввели свои штатные батальонные тактические группы из состава контингентов, которые стоят на наших восточных границах, упреждая нас в возможном ударе. Мы знаем это на 101%, что они введут. Мы не боимся столкновения с российскими войсками, мы с ними воюем восьмой год уже, прости господи. Но проблема только в том, что есть математика. Есть хотелки людей, которым болит, которые хотят, чтобы Родина была освобождена. Есть конституционная обязанность любого руководства государства достигнуть и сохранить территориальную согласность независимости Украины, где оккупировать территорию, а есть математика, которая показывает, что ситуация не в нашу пользу. Мы не можем сокрушить российскую армию в наступлении. Даже если мы сейчас их выбьем, за три дня проведем блестящую операцию и дойдем до границы, но они ответят нам штатными военными единицами своими. Но я вам напомню, что там уже находятся российские войска. Кроме того, там есть два в виде корпусов первого и второго, там находятся российские войска, которые называются кадровые, хотя и первое и второе это тоже кадровые войска. Кроме того, там в режиме постоянного дежурства, в готовности сутки, трое и неделя находятся несколько, за десяток батальонных тактических групп, и с ними воевать уже будет очень сложно. Потому что и результатом этой операции станут просто другие начертания, линии ограничения. Насколько они будут выгодными, это еще очень большой вопрос. Напомню, что могу вам привести пример. 16-й год, украинская армия далеко не в самой лучшей форме, намного хуже, чем сейчас, например. И резервы с миру по нитке. И проводят дебальцевскую операцию, российская армия проводит ее. Дебальцевский вот этот вот, дебальцевская дуга, не дуга, а... Аппендикс, котла там не было, аппендикс, он это с 50 километров длиной и там 15 километров шириной. Насквость простреливаем артиллерии с обеих сторон. Они месяц пытаются его срезать, месяц. При том, что расстояние между нашими взводными опорными пунктами, которые там были, по 4-5 километров было. Теоретически мы вообще не могли ее удержать. Месяц они перемололи артиллерию, потеряли 12 тысяч убитыми и ранеными. И еле-еле там, вот после ввода уже штатных российских подразделений непосредственно, тут же 5-я бригада из Улан-Удэ, российская танковая, там подразделение 200-й бригады Северного флота и так далее, и так далее. Уже финально, когда резервы кончились, они бросили их уже непосредственно в бой. А то, что обеспечение, все, разведка, артиллерия, это все были штатные россияне. Ценой потери 12 тысяч человек, там порядка 2,5 тысяч убитых, все остальные ранены, они за месяц ели-еле-еле-съели эту кашку. Это, грубо говоря, длина фронта этого, ну 50, ну там сколько она была, ну 50 несчастных, надо 15. А теперь вся территория, это 403 километра окопов, там почти 300 взводных опорных пунктов с обеих сторон. И, ну это событие масштаба, ну так это 80 дебальцев, 8 точнее дебальцев дебальцев, дебальцевских операций. Ну можете представить себе цену, во сколько обойдется прорыв на двух-трех направлениях. Для того, чтобы это провести, то чтобы взять как Азербайджан, нужно готовиться как Азербайджан 15 лет. А для этого надо иметь бюджет нефтяной Азербайджана. И как бы в качестве противника Армению, а не Российскую Федерацию. Поэтому мы не идем на это, мы держим фронт, война продолжается, никуда она не делась. Сейчас существует, пусть с грубыми нарушениями, режим прекращения огня, это самый сложный вид боевых действий, держать режим прекращения огня в условиях войны. Потери за прошлый месяц могу вам назвать официально. С нашей стороны 9 человек, а то, что озвучила Российская Федерация, вернее, российские структуры, это 22 убитыми. Как бы это, 9 наших, 22 убитых. И мы перейдем к широкомасштабным действиям, в том числе с элементами контрнаступления, только если россияне нам навяжут это. То есть, они нам навяжут полномасштабный конфликт, тогда мы ответим. С вами мы не пойдем. Таким образом будет пересмотр Минских соглашений, если это случится? После этой операции, конечно, однозначно. Потому что... Просто вы говорили про Дебальцева, да, и как раз, в принципе, именно это повлияло на Минские соглашения. И первый Минск это после... И было подписано то, что было. И первый Минск это после вторжения российских штатных подразделений в конце августа 2014 года. 5 сентября было, после Лавайска, после всех этих там и так далее. Так и бывает. Военные результаты закрепляются политическим путем. Всегда. Это, кстати, ответ тем, кто кричит, что... Есть такое мнение, которое, типа, что вот россияне нам кинули кость, в Россию она ходит, и позволили примириться, а иначе бы они дошли до Киева, и не ведут Днеброветровск. Это не так. Если бы они могли идти дальше, они бы шли дальше. Но сопротивление украинских вооруженных сил, Добробатов, оно остановило там, где их остановило. Если бы они могли двигаться дальше, хоть куда-нибудь, они бы шли. И шли, пока не прекратилось бы их возможности, и те результаты закрепили бы политическим путем. Гораздо были выгодны начертания линии развеживания и так далее. Не смогли. Не смогли, потому что мы их остановили. Я могу сказать, что я точно знаю, что их планы по Дебальцевской операции были куда круче. Они считали, что они за неделю срежут это все, а дальше уже пойдут чуть ли не на изюм в Харьковскую область. На Краматорс они планировали удары и так далее с охватом, ну и что, и все. Поэтому и они знают, что наступать на нас – это очень большая проблема. И мы знаем, что наступать на них – это очень большая проблема. Поэтому никому не приходит в голову, как Гегель говорил, все действительно разумно. Что фронт стационарный только потому, что ни одна из сторон не может наступать. Вот и все. Я напоминаю, что я читаю ваши вопросы. Спасибо, что вы их пишете. Вот как повлияет на нашу ситуацию вывод войска США из Афганистана? Неплохо повлияет по той простой причине, что в России начинаются огромные проблемы в Центральной Азии. Или центральные проблемы в огромной Азии, можно и так сказать. И они будут вынуждены держать и воинские контингенты, и существенную часть внимания, и долю безопасности, и средств от материальных до финансовых, купируя угрозу, исходящую из Центральной Азии, из посткарзаевского Афганистана, постамериканского, скажем так. Поэтому, когда противник отвлекает часть сил и средств, это уже всегда хорошо. Американцы потому и вывели, чтобы создать вилку и для России, и для Китая. Одновременно проблема. Сегодня в нашем МИДе сообщили, что уже 31 участник Крымской платформы подтвержден. Насколько это вообще 23 числа, за день до независимости 30-летия, она должна состояться? Насколько это вообще важное событие? Конечно, важное. Это же начало деоккупации Крыма, которая может быть и через 50 лет состояться, но это будет начало официального открытия. Посмотрите, Российская Федерация, они же сказали, мы готовы поучаствовать, если речь пойдет о гуманитарных вопросах на территории Российской Федерации. А еще недавно они еще не были готовы даже на это, потому что капля камень точит. И потихоньку придет вопрос о том, что, постепенно, о том, что Крым надо возвращать все-таки. Президент это начал. Как-то за предыдущие годы не нашлось политического деятеля, который начал бы деоккупацию Крыма, хотя бы в таком варианте. Конечно, это не будет минским процессом или нормандским, по той простой причине, что Россия пока не готова в нем принимать участие. Но позиция совокупная 31-35 стран, там уже до 35 ожидаться, это очень серьезная заявка. Потому что, ну, я не знаю, что Российская Федерация сможет противопоставить самому факту проведения Крымской платформы, где признают, что Крым оккупирован, что там нарушаются права человека, что его превращают в военную огромную базу, что оккупация разрушила систему региональной безопасности в Черном и Азовском морях, что Россия продолжает свою усилие, несмотря на мнение международного сообщества, что она агрессор. И это сразу проблематизирует ее статус в Совете Безопасности. Это будет совместный, минимум это будет совместный меморандум или декларация, которая подпишется, которая станет еще одним очень серьезным основанием, скажем так, в архитектуре международных документов в прогрессию России, и от нее будут расти дальнейшие решения и документы и на уровне этих стран, которые принимают участие, и на уровне международных организаций, включая, я подозреваю, Генассамблею. Поэтому это большая очень мина под российскую оккупацию Крыма и начало фактической деоккупации, как бы далека она ни была, мы начинаем деоккупацию 23 числа. По сути, рождается новый нормандский формат, только касающийся уже Крыма, но он будет киевский. И рано или поздно лучшее, что может сделать Российская Федерация, это к нему присоединиться и начать переговоры о том, как уйти из Крыма. Наши зрители самые внимательные, и вот пишет наша постоянная зрительница, Алексей, пользуясь случаем, у вас был день рождения, с прошедшим вас, и пусть ваши мечты сбываются. Спасибо большое. Спасибо. Ну, мы всей нашей редакции тоже присоединяемся. Спасибо огромное. С наступившим. Желаю вам всего самого хорошего, и каждый четверг, хотя бы, хоть редко, хоть неделю раз, в деревне нашей видеть вас. Да, да, да. Вот, так что ждем вас снова в нашей студии. С нами был Алексей Арестович. Продолжение следует...